Добрый день дорогие друзья, меня зовут Малков Денис и я депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области. Я депутат от фракции КПРФ в Совете депутатов и также руковожу этой фракцией. В конце ноября ко мне обратились жители моего избирательного округа, которых волнует проблема закрытия прогимназии на территории Ленинского городского округа. Это одно из старейших учебных заведений такого профиля и на самом деле является уникальным учебным заведением, которое готовит очень высоко обученных детишек, которые успешно потом поступают в другие учебные заведения Московской области и города Москвы. Более того, тот базис, который закладывается в этих детей, он идет с ними на протяжении всей их жизни. Дети принимают участие в олимпиадах, в конкурсах, в тестированиях и занимают призовые места. Они входят в топы тех рейтингов, которые формируются по итогам проверочных работ. Обеспокоенные родители детей, которые ходят в прогимназию, обратились ко мне с просьбой помочь в их вопросе. Ситуация, казалось бы, понятная. Закрывают и надо организовывать протест, писать письма. Но я решил в этом разобраться. Поднял документацию, посмотрел пояснительную записку к плану и прогнозы социального развития на будущие периоды. Я поднял бумаги и стал разбираться. Из бумаг следовало, что очередь в детские дошкольные образовательные учреждения в Ленинском городском округе составляет почти 8 тысяч детей. Это огромная цифра. А высвободившиеся места, которые мы получим при закрытии прогимназии, составляют всего 120 детей. Казалось бы, 8 тысяч почти. И 120 детей. Несопоставимо. Я начал разбираться дальше. И понял, что закрытие прогимназии в первую очередь связано не с тем, чтобы как-то улучшить ситуацию с количеством детей в очереди, а связано с тем, чтобы отчитаться наверх о том, что все-таки динамика-то есть, и она положительная. Но вы сами понимаете, что при таком соотношении цифр, это как мертвому припарку. Никакого эффекта мы не получим. Более того, мы потеряем ту уникальность, которая несет в себе прогимназию. Именно поэтому я сегодня пригласил сюда родительский актив, чтобы они рассказали о своей проблеме. Спасибо прогимназию Видное. Мы представители родительского комитета. В городе Видном существует общеобразовательная видновская прогимназия с более чем 20-летней историей. На данный момент наши дети проходят обучение на базе младшей школы. Это всего 4 класса, которые находятся в идеальных условиях, особенно учитывая ситуацию с пандемией в стране. Детки находятся в изолированных помещениях, на разных этажах, в разных пролетах. У них помимо класса еще есть наличие комнаты для отдыха, также свой санузел. Мы, как родители, всегда, каждый день чувствуем ощущение безопасности и комфорта для наших детей. Мы уверены в том, что, приводя их к половине восьмого утра и забирая их в 18.00, в том, что все будет прекрасно, что все будет хорошо, что за ними присмотрят, им расскажут. Мало того, наша прогимназия... Нормально. Наша прогимназия – это единственное общеобразовательное учреждение, которое учится по программе «Школа 21 века». Так вот, нас хотят закрыть, нас хотят выгнать. Все обещания, которые нам дают, причем с нами даже не вышли на связь, нас просто поставили перед фактом. Чисто случайно мы обнаружили, что ситуация уже вышла из-под контроля, нас никто не поставил в известность. Мы начали обращаться, мы начали спрашивать, мы начали писать. Мы писали и губернатору Московской области, мы писали и министру образования Московской области. Приходят ответы абсолютно идентичного содержания. Нас это не устраивает, нас не слышат. Мы хотим сохранить прогимназию. 120 мест, а по факту 78, потому что 4 класс выпускается, освобождает место для прихода 1 класса. По факту 78 семей находятся в патовой ситуации. По Ленинскому району в целом ситуация с дошкольными местами, и школьными в том числе, находится на грани безумия. Факт того, что нас не слышат, не опираются на наше мнение, даже, честно говоря, не спрашивая его, и привело нас сюда. Мы просим вас, мы обращаемся к вам, мы родители, мы простые граждане, точно такие же люди, как и вы. Учитывая сложившуюся ситуацию, основывая свой опыт на схожих ситуациях в целом по регионам, мы хотим дать как можно большую огласку нашей проблеме. Ведь это не только наша проблема. То есть по факту каждый муниципалитет готов вставить своих граждан вот в такую ситуацию. То есть выбор будущего оставляют не за родителями, да, для деток, а сами решают, куда, в каком количестве, что будут сохранять, что будут реформировать. В конечном итоге реструктуризация должна проводиться на базе чего? На базе решения комиссии, которая создается специально для того, чтобы понять вопрос о целесообразности данной реструктуризации. Насколько это может повлиять в целом на улучшение ситуации образовательной. А в нашем случае наших детей пытаются присоединить к четвертой школе. Я хочу обратить ваше внимание, что на сегодняшний день там уже перенасыщение с школьных классов. В классах находится более 40 детей. Хорошо, если нам предлагают сохранить целостность, сохранить программу, что нас страхует от негодования родителей других деток. И мы их тоже будем понимать в данной ситуации. Сейчас разговор идет о том, что 78 детей никому не нужны. Те обещания, которые нам дают, ну, достаточно рекомендательный характер носит. И когда мы задаем вопрос, на что нам опираться, да, что нам впоследствии можно показать, защитить наших детей и сказать, что вот, достигнутые договоренности, подкрепленные законодательством Российской Федерации, они у нас есть. Нам говорят, такого не существует. Предлагаем создать прецедент, на базе которого, возможно, другие родители, столкнувшись со схожими проблемами, смогут как-то регламентировать, да, помочь, найти выход из ситуации. В общем-то, к нам пока глухи, слепы, уже, безусловно, после того, как мы начали обращаться, конечно, ответ пошел. Мы очень рады. Алексей Петрович, вот, к сожалению, не доехал до нас, но пообщался. Правда, потом рассказал на страничке Инстаграма, что вот в этот день, помимо общения с представителями родительского комитета, он также общался на тему благоустройства расторгуевских парков. Так вот, очень жаль, что мы не кустики, потому что для парков создана фокус-группа. Почему наши дети лишены права отстоять, права высказать свое мнение? Почему мы лишены права говорить о том, что мы против, о том, что нет похожих условий? Что наши дети все равно окажутся в наиболее худших условиях, ввиду того, в каком состоянии находятся вообще общеобразовательные школы? Ну, это стандартная ситуация. Нехватка мест, нехватка помещений. Нам говорят о том, что нам освободят класс, который сейчас занимает музей. А два класса будут находиться в коридоре за какими-то пластиковыми перегородками. Не могу утверждать, насколько это действительно серьезно прорабатывалось людьми, которые, в общем-то, должны были изучить этот вопрос. Но, тем не менее, разговор об этом ведется. Мы хотим попросить вас, пожалуйста, обратите на нас внимание, помогите нам. Вы наша последняя надежда. Мы здесь только потому, что нас не хотят услышать. Нам открытым текстом говорят прекратить. Нам говорят, что наше мнение, оно не будет учитываться. Что вопрос уже давно решен. Что, в принципе, конечно, подвижки какие-то есть, что уже готовы рассматривать варианты других школ, которые предпочтительнее для нас. Но мы хотим стоять на своем до последнего. Если нам не удастся отстоять про гимназию, почему нам не предоставляют возможность постепенного вывода деток путем оповещения и закрытия набора в первые классы? Школьники сейчас находятся в такой же невыгодной ситуации, как и дошкольники. Мы, мамы, у которых сидят дома дети, которые не ходят в детский садик, потому что находятся в очереди. Но выгонять наших старших детей для того, чтобы освободить место для младших, это абсурд. Пожалуйста, помогите. Вот под этим хэштегом огромное количество родителей, огромное количество сочувствующих, да просто жители нашей страны уже выступают в поддержку нас. Я выражаю уже огромную благодарность, потому что только после оглашения, после вот такой всеобъемлющей огласки по территории нашей страны, мы смеем надеяться, что с нами выйдут на конструктивный диалог. Это не они к нам приходят, это мы за ними бежим и просим, чтобы на нас посмотрели, нас услышали, поняли, о чем мы говорим. Разрушение – это не деление опытом, созидание. Это единственное, что поможет нашим детям в будущем. Сейчас дети видят, что происходит. Во время уроков приходят какие-то люди, которые пытаются отодрать линолеум, уже какие-то сметы составляют. То есть, это не… Так не должно быть. Так не должно быть. И мы хотим об этом говорить, и будем об этом говорить. И нас, мы ни перед кем не должны отчитываться, а нас ведь просят это. И не просят, а уже почти приказывают. Почему мы обращаемся, зачем мы подвергаем эту тему огласке. То есть, абсолютная ситуация того, чтобы подвести это все вот вслепую, вот по-тихому, не разговаривая ни с кем, совершить то, что уже прописано и согласовано в бюджете, в социальном плане экономического развития на 2021 год до 2023. Я вам могу сказать одно. У нас жгучее желание идти дальше, идти вперед и доказывать представителям органов исполнительной власти, что это не люди должны до них кричать и упрашивать выйти к нам на встречу. А исполнительная власть должна приходить, должна советоваться. Это конструктивный диалог действительно должен быть. Это связующая нить между тем, как живут люди и между тем, как они хотят жить. Ведь в этом большая пропасть на данный момент. А связана она исключительно с тем, что к людям не выходят, не обращаются к ним, не делятся переживаниями про той проблематикой района, которая является действительно очень актуальной на данный момент времени. Но эта проблема конкретно по Ленинскому району стоит уже более 15 лет. И говорить, что в данный момент, в момент пандемии, в момент такой вот неустойчивости в плане переживаний у многих проблемы в семье, с работой. Вы представляете, в какой ситуации? Нам никто ничего не сказал. Нас просто поставили перед фактом. Когда мы начали обращаться к какими-то мелкими поступателями, но даже протоколами не составляются. Не доносятся до Министерства образования, которые нас пригласили, слава богу, в понедельник. Надеюсь, что тоже будут подвижки определенного рода. Не доносится Ленинской администрации точная информация. Не доносятся какие-то конструктивные беседы. А по-прежнему, значит, все остается на кругах своих. Закрытие, реструктуризация и переход в четвертую школу. Почему до сих пор у нас нет какой-то системы общения? Почему власть закрывается, отгораживается и принимает настолько значимые решения для жизни людей в целом, и в частности для каждой семьи самостоятельно, вообще, ну, нам непонятно. Я прошу вас, пожалуйста, помогите, проявите активность в социальных сетях. Заходите на странички Инстаграм, ВКонтакте, любые информационные платформы. Делитесь вашим мнением, помогите нам. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим, чтобы нашим детям, по крайней мере, дали спокойно доучиться. Уж, коль не нужно столь замечательное место образования, если оно каким-то образом мешает, и за счет него они действительно за счет этих 120 мест хотят облегчить в какой-то степени жизнь дошкольников, хорошо, мы пойдем на это. Но, учитывая, что нас просто выпуливают на улице, такой вариант совершенно нас не устраивает. Нас устраивает вариант хотя бы постепенного вывода. Плюс хочу отметить также, что в любом случае, говорить о закрытии такого социально важного объекта нужно не в течение 10-15 минут, которые нам отводятся, может быть, дольше, иногда при каких-то встречах, а нужно говорить днями, неделями, обсуждать этот вопрос уже со всеми. Говорить о том, что мы не имеем права к кому-то обращаться, ну, это абсурд. Пожалуйста, помогите, дайте нам возможность заявить о себе и поделитесь своим мнением. Оно и для нас тоже важно. Мы слышим всех, вы слышите нас. Нас не слышат только органы исполнительной власти. Спаси про гимназию видное.